Да, играть я, конечно, не умею, но, тем не менее, у нас здесь играют очень часто. Итак, друзья, нам сегодня не до шуток. Дело в том, что в пятницу... Да, я за мной представиться. Меня зовут Оксана Куренбина, я журналист. И в свое время я создала с компанией моих друзей вот такой вот арт-отель, где основное это выставки. Выставки художественные, выставки фотографические. Они у нас проходят постоянно, ежемесячно. И наша основная задача это рассказывать о искусстве Петербурга. И не люблю очень это слово, пиарить, да, но, тем не менее, это так, художников, творческих людей нашего города. Работаем мы уже 15 лет. И на протяжении 15 лет мы постоянно сталкиваемся с одной проблемой. Нам постоянно капает на мозги, что у нас неправильная вывеска. И вот это все потихонечку сходит как-то на нет, каждый октябрь, а потом это сходит на нет. И мы продолжаем замечательно работать. Но буквально в пятницу мы получаем три вот таких письма. До этого нас никто не предупреждал ни о чем. Вот эти три письма от компании, как же они называются, сейчас мы их прочитаем. Это написал заместитель председателя комитета по взаимодействию со средствами машинной информации и печати А.И. Садыков. Он прислал нам Садыков Альберт Ильгазирович вот такие три письма с тем, чтобы мы оплатили штраф в обязательном порядке в течение определенного времени по 45 тысяч за вывески, то, что здесь находится, парт-отель Рахманинов, за вывеску, где мы рассказываем о том, какие у нас выставки. И, если честно, это нас повергло в шок. Сейчас мы вам покажем, что из себя представляет все-таки отель, чтобы вы понимали, что это не просто коммерческая организация, Ну вот, мы вышли на улицу, на Казанскую улицу, да, и мы с нами замечательный Казанский собор, красивые дома. И переходим вот сюда. Вот, смотрите, наша вывеска «Арт-Отель Рахманинов». За нами это уже чужая вывеска. А вот здесь как раз мы сделали афишу. Сейчас у нас проходит выставка знаменитого пультового художника ленинградского авангарда Ивана Сотникова. И если мы не будем делать вот эти вывески, да, то кто узнает, кто придет, только жители нашего отеля? По-моему, я не знаю, конечно, что вы скажете, дорогие друзья, но, на мой взгляд, вывеска эта выглядит совершенно нормально. Так же, как вот здесь, на дверях отеля, вот за эту табличку «Арт-Отель Рахманинов» нас тоже хотят получить на дверях всего 5 тысяч. То есть три раза по 45 тысяч. Вот наш дом, да, такой вот он очень стильный. И вот наши вывески здесь достаточно ненавязчиво. Вот рядом вы видите вывеску магазина «Молекула», которая намного крупнее, да, но тоже достаточно стильная, конечно. Ну вот, и вот, представляете, мы снимем эти вывески, и кто, извините, про нас узнает? Самое интересное во всем этом, что мы были не против согласовать, и мы начали это согласование в ноябре прошлого года. Вот, представляете, уважаемый Ильдар Садыкович, он даже не удосужился узнать, есть ли у нас разрешение или нет, оно у нас есть, но мы его оспариваем, потому что на самом деле нам предлагают сделать вот такую вот вывесочку, вот на таком розовеньком фоне, да, вот такую гламурненькую, такую вот, такую вот прямо, ну-ну-ну, ну вот, я не знаю, такую зефирную вывеску, которая вот совершенно не соответствует имени Рахманинова, да, и при этом она еще будет не светящаяся, то есть зимой. Вывеску эту никто не увидит. Вот, разрешение у нас пришло буквально на прошлой неделе, повторюсь, что делали его полгода, ну, им вообще абсолютно плевать на это, я так понимаю. Им, видимо, важно испортить нам настроение, испортить нам работу, потому что сейчас буквально через 15 дней начнется чемпионат мира по футболу, и я даже думаю, что вполне возможно, что они приедут и начнут все крушить, ломать. Конечно, за эти 15 лет работы, которую мы постоянно ведем очень активно, наш бизнес расцвел, и мы имеем возможность спонсировать здесь не только выставки художников, кстати, работы, которые продаются здесь, мы не берем сверху ни копейки, мы просто продаем из мастерских, можно сказать, мы знакомим людей, желающих приобрести картины прямо с художниками напрямую, потому что именно это наша задача, а там не навариться на художнике. Два года назад мы издали альбом известного художника, тоже культового очень, Георгия Галико-Венчука. Это был первый его альбом, никто его не издавал до этого, к сожалению, наш замечательный друг два года ушел от нас. Более того, я специально сейчас спросила нашего финансового директора, два с половиной миллиона налоги за год, на мой взгляд, с малого бизнеса, это не мало. Давайте я вам покажу, что еще у нас есть, то, на что мы тратим деньги, которые мы зарабатываем. И, конечно, безусловно, обидно, когда вот приходят вот такие вот вместо «Спасибо» от комитета по печати, к нам приходят вот такие вот без разговоров, без слов, просто вот оплатить в течение там 10 дней. И здесь у нас находится редакция ArtVay TV. Это видеогазета, работает уже в течение 7 лет. Это выставочное пространство нашего отеля. Именно здесь выставляется на работу художники Петербурга. Давайте туда вот наш оператор пройдет. А, вот сюда обязательно повернет, да? Двери номеров расписаны нашими выдающимися художниками, друзьями нашими. Фантазии на узку Рахманинова. И вот по всем, по всем стенам у нас развешаны работы самых выдающихся художников Петербурга. Сейчас действительно очень оригинальная выставка проходит. Вот, пожалуйста, и мы приближаемся к именно той комнате, в которой жил Сергей Васильевич Рахманинов. Об этом есть у Ларисы Бройдман, историка Казанского, историка вообще историка. И она написала замечательную книгу, книгу «Казанская улица». Вот она, пожалуйста, пишет. Ну вот сейчас мы спустимся этажом ниже и покажем, что здесь у нас экспозиция фотогалерей Рахманинов-Дворик. Выставка из коллекции арт-отеля Рахманинов. Черно-белая фотография лучших фотографов, причем не только современности, но и прошлого века. И не только петербуржцев, но и, например, вот Антона Соткус. Вот, замечательная фотография. Надежда Кузнецова. Мария Снегиревская. Замечательная фотография нашего города. Александр Кондоров, художник. Орунзенштейн, художник. То есть нам, конечно, безусловно, очень-очень обидно, когда вместо того, чтобы спасибо сказать городу за то, что мы поддерживаем имидж культурной столицы, нам присылают вот такие вот счета на штрафы. Ну, я не буду далеко ходить. Хотя, конечно, хочется, раз уж такая возможность. Кстати, вот Аркадий Шахет, Борис Игнатович. Вот и Зимфира из оперы Олега, кстати. Работа Олега Лихнина. У каждой двери мы обязательно рассказываем о художнике, который написал эту работу. Да, вот, кстати, хочется еще показать дипломы, похвастаться, да, уже теперь придется, которые нам выдавались различными авторитетными. Вот, например, журнал «Вэ», да, «Территория искусства». Диплом за реализацию услуг, сохраняющих и поддерживающих уникальный стиль. Это от Комитета по туризму. Лауреат конкурса «Золотой ключик». Вот еще диплом, гостеприимный Санкт-Петербург-городской конкурс. Нам не хватает места, мы не можем все дипломы выставить, поэтому вот еще вот здесь, вот перед редакцией, да, чего только у нас нет. Вот, ну, культурные организации, безусловно, говорят нам, конечно, спасибо, потому что мы стараемся поддерживать и рекламировать премьеры, проходящие в нашем городе. Много всего мы стараемся делать, и, конечно, сейчас, на данный момент, опускаются просто руки. Ну, вот и хочется спросить, наконец, вот кому это надо вот так вот брать, унижать и заставлять вот такую маленькую компанию перед самым-самым началом очень активного сезона, компанию, у которой не так много денег, даже это маленькая компания, у нас всего 25 номеров, которая ведет очень честный, открытый, прозрачный бизнес, платит и не скрывает ни копейки налогов, кому это надо.